Взломщики кодов книга Дэвида Кана 1967 года Фундаментальный труд по истории криптографии Книга вышла в 1967 году, не содержала новых открытий в области криптографии, но подробно описывала имеющиеся на тот момент результаты в области криптографии, включала большой исторический материал, в том числе успешные случаи использования криптоанализа, а также некоторые сведения, которые правительство США полагало все еще секретными. Книга имела заметный коммерческий успех и познакомилась с криптографией десятки тысяч людей. С этого момента в открытой печати постепенно стали появляться другие работы по криптографии «История создания». Дэвид Канн работал редактором газеты «International Herald Tribune Office», который располагался в Париже, и в 1961 году подписал контракт на написание книги о кодах и криптографии. Два года Канн писал книгу в свободное от работы время, затем уволился с работы и посвятил книге все свое время. Американским криптограф Брэдфордом Харди 3 вносил в книгу правки, выполнял перевод текстов с немецкого языка и добавлял конфиденциальную информацию. Книга содержала информацию об агентстве национальной безопасности и, согласно книге Джеймса Бэмфорда «The Puzzle Palace», а репорт «On America's Most Secret Agency», АНБ пыталась предотвратить ее публикацию, используя различные способы, в том числе и публикацию отрицательных отзывов о работах Кана. Совет разведки США заключил, что книга являлась ценной поддержкой для иностранных органов коммуникационной безопасности и рекомендовал продолжать легальные сдерживающие действия, чтобы воспрепятствовать Канну либо его возможным издателям. 4 марта 1966 года издательство «Макмиллан Поблишерс» передало рукопись Кана федеральному правительству США для проверки без разрешения автора. Позднее Канн и издательство согласились удалить из книги некоторые материалы, в том числе и часть, касающуюся взаимоотношений АНБ и его английского соперника, Центра правительственной связи. Содержание. В книге подробно описана тысячелетняя история криптоанализа Канн проследил истоки криптологии от появления письменности. Кажется, что люди стали придумывать способы сокрытия своих мыслей сразу после изобретения способа их записи. В книге рассказывается о криптографии в древние времена, в средние века, во времена Первой и Второй мировых войн. Также рассказывается о работе «черных кабинетов», о коммерческих шифровальных устройствах, изобретенных до начала Второй мировой войны, о криптографии в художественной литературе, о английском и американском криптоанализах. Отдельная глава посвящена российской и советской криптоаналитике, несколько глав посвящены Второй мировой войне. Коротко рассказано про АНБ. Заканчивается книга главой, посвященной поиску внеземных цивилизаций. Книге «Взломщики кодов» не освещена большая часть истории, связанная со взломом немецкой шифровальной машины «Энигма», так как эта информация стала общественным достоянием только в 1970-е годы. Однако информацию об этом можно найти в книге. В книге «Сизинг за Энигма» не так много было сказано и об Алане Тюринге. Также не было освещено и наступление эпохи массового применения криптографии, начавшейся в середине 1970-х годов с изобретения криптосистемы с открытым ключом о принятии стандарта DS. Книга была переиздана в 1996 году. В новое издание была добавлена глава, кратко описывающая события, прошедшие с момента первой публикации. Планируется глубокая переработка книги и издания в бумажном переплете. Отзывы Выпуск книги не остался без внимания. К изданию проявил большой интерес американский криптограф Мартин Хеллман. Хеллман наткнулся на книгу «Взломщики кодов», когда приступил к своим исследованиям. «Взломщики кодов» была единственным помощником Хеллмана вплоть до сентября 1974 года. Брюс Шнайер и Нильс Фергюсон в своей книге «Практическая криптография» настоятельно рекомендуют книгу Дэвида Кана к прочтению всем, кто интересуется криптографией. Книгу не оставили без внимания такие известные газеты, как «The Washington Post», «Time», «The New York Times» и «The Christian Science Monitor». Однако, мнения газетчиков разделились. По мнению газеты «The New York Times», Кан провел большую работу и создал книгу, имеющую фундаментальное значение как для специалистов, так и для широкой публики. Аналогичной позиции придерживались и газета «Time». «Time» признала работу Кана наиболее полным изложением криптографии среди уже опубликованных на первой международной конференции «Русскрипта-99», проведенной в 1999 году. Труды Кана были признаны наиболее фундаментальными в области криптографии. Другие издания считали книгу развлекательно-поучительной. По мнению газеты «The Christian Science Monitor», данная книга – лучший выбор для долгого захватывающего чтения. Газета «The Washington Post» тоже поддерживала эту идею и видела в книге набор детективных историй, в котором каждая новая история изобретательнее предыдущей, и описание роли, которую сыграла криптография в судьбах армии и государств в годы Второй мировой войны. По мнению АНБ, в значительной степени повлиявшего на содержание отдельных глав книги, работа Дэвида Кана наиболее публично раскрывает картину, которую когда-либо показывали своей деятельностью радиоэлектронная разведка США и их коллеги, работающие в этой области. Работа Дэвида Кана была написана, как набор захватывающих детективных историй, а не как скучная книжка по математике, с большим числом формул, непонятных простому обывателю, поэтому приобрела коммерческий успех. По некоторым данным, объем продаж второго издания, вышедшего в 1996 году, составил 271 639 экземпляров. Издание, оригинальное издание, Дэвид Канн, The Cady Breakers, The Story of Secret Writing, первое издание, Нью-Йорк, Чарлз Скребнер и Сонс, 1967 год, 473 секунды, ISBN 0-684-831-39, обновленное издание, Дэвид Канн, The Cady Breakers, The Comprehensive History of Secret Communication, From Ancient Times to the Internet, второе издание, Скребнер, 1996 года, 1200 секунд, ISBN 0-684-831-39, издание на русском языке, Дэвид Канн, Взломщики кодов, Центр Полиграф, 2000 год, 480 секунд, 10000 КЗ, ISBN 5-227-00678-4.